И теперь к другой теме, когда кризис становится отправной точкой. Многократная победительница престижных международных соревнований мастер спорта по тейквондо. Таких результатов, которым спортсмены идут десятки лет, жительница Тимиртау Алия Сулейменова добилась за несколько лет упорного труда. Серьезнейшая операция на позвоночник в 40 лет и нежелание провести жизнь в инвалидном кресле привели ее в спортивный зал, в одной части разделив жизнь на до и после. Ирина Вобещевич продолжит тему. Самое интересное для меня стало это новый вид спорта. Это масс-рестлинг, таяк-тарту. Это очень актуально. Сейчас проводятся национальные игры кочевников, всемирные, в Астане. И там этот вид спорта представлен нашими спортсменами. Алия Сулейменова не устает удивлять всех, кто ее знает. На игры кочевников она не попала, но попробовала себя в республиканских отборочных играх, завоевав серебро. А это уже медали по спортивному ножевому бою. А вместе с ними звание чемпиона Европы, Азии, Казахстана и бронзового призера России. Но в спорт Алия пришла волею судьбы. Я служила в органах правоохранительных больше 30 лет. И в один из моментов у меня получилась серьезная травма. Мне сделали операционный позвоночник. Соответственно, пришлось комиссоваться, любимую работу бросить. Я работала в следственных подразделениях Тимиртау, Карганинской области. Расследовала очень сложные дела. Была начальником подразделения, соответственно. Отчаиваться и впадать в депрессию не в характере Алии. Она поставила себе цель во что бы то ни стало подняться и вернуться на работу. Сначала это была лечебная физкультура, потом занялась тейквондо. Выбор на вид спорта пал сам собой. Дочь Алии, Даяна, ныне трехкратная чемпионка Азии, мастер спорта по тейквондо, с детства занималась им. Первая победа на международных соревнованиях стала настоящим фурором. Сегодня в копилке действующей спортсменке множество наград. Она тренирует детей, успела восстановиться на работу и выйти на пенсию по выслуге лет. Еще одно хобби, которым занялась Алия, будучи еще прикованной к постели, сейчас только набирает обороты. Но его уже оценили на международном конкурсе талантов в Британии, куда пригласили Алию. По болезни из-за того, что невозможно было просто находиться без дела, я решила заняться каким-либо рукоделием. Нашла в интернете какие-то уроки, после этого начала шить сначала кукол, потом лепить, потом узнала, что такая пластика и вот начала заниматься для себя. Гном на кресле. Здесь я изучила новый материал, шерсть для валяния. И вот он сейчас является одним из лучших представителей моей коллекции, которая будет представлена в Лондоне. Алия – пример того, что при желании и упорном труде можно свернуть горы, преодолеть преграды и достичь вершин, о которых даже мечтать не мог. А кризисный период – это всего-навсего отправная точка для нового пути. И куда он нас приведет, зависит исключительно от нас самих. На сегодня Алия, помимо всех спортивных регалий, вошла в республиканский проект 100 новых лиц Казахстана. А теперь еще и в каталог мировых талантов. Ирина Вобещевич, Зухарна Исмахаев, Николай Шевелев, 5 канал.